Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Вера Иванищева. И сейчас о главных событиях этого дня. Режим ЧС регионального характера ввели с сегодняшнего дня в лесах Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куевышев. Причиной стали природные пожары, которые возобновились с возвращением тепла. Сегодня Свердловская область вышла в лидеры среди российских регионов по площади лесных пожаров. По данным авиалесоохраны, в регионе зафиксировано 22 природных возгорания на общей площади в 311 гектаров. За сутки охваченная огнем площадь увеличилась почти на 100 гектаров. В тушении пожаров задействованы более 300 сотрудников Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков. В труднодоступных местах работают парашютно-десантные группы. Для борьбы с огнем привлечена малая авиация. Напомню, 15 сентября на Среднем Урале отменили особый противопожарный режим после того, как в регионе стабилизировалась пожарная обстановка. Просьбы не кончаются. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов провел очередной личный прием граждан. С какими вопросами первоуральцы пришли в этот раз и какие ответы получили, расскажем в сюжете. Отсюда, с домов тоже бежит сюда все, и все бежит через наши огороды. То есть полностью посередине огорода идет канава. А в ней грязь, щебенка, природный мусор и все это несет на участок течением дождевой воды или талого снега. Из-за этого землю размывает, канава становится глубже, а во время обильных осадков грязная вода заливает участок и подходит к дому. Такую картину Светлана и владельцы еще шести участков на улице Ломоносова за кинотеатром «Восход» наблюдают несколько лет. И это лишь одна из проблем. Стоит пыль большая, жители улицы Луначарского мучаются, не могут открыть даже окна. На большой скорости проезжают машины, нету знаков ограничения. Дороги, конечно, многие и в проулках, и в переулках, и по улице разбиты. Очень много лет не ремонтировались. За решением наболевших проблем жители частного сектора пришли на прием к депутату законодательного собрания Свердловской области Алексею Дронову. Мы очень надеемся, что все-таки Алексей Иванович, наверное, поможет нам. Поможет разобраться администрацией, поможет разобраться всем другим организациям нашего города, чтобы все-таки наш микрорайон был процветающим. Алексей Дронов обещает начать решение вопросов уже в ближайший месяц. Вывести тополя, да? Или объяснить, что за вырубка леса. То есть это мы сразу быстро разберемся и так далее. Остальные вопросы надо чуть больше времени разобраться. Представители клуба пенсионеров-теннисисты-оптимисты тоже пришли на прием. Почти каждый день первоуральцы от 50 до 80 лет встречаются в парке новой культуры. Танцуют, гуляют, но чаще всего играют в пинг-понг. Областного депутата они просят сделать доступным и удобным вход в парк со стороны дворца водных видов спорта. Договорились с замом по ЖКХ о том, каким образом мы отсыпем и сделаем пандус. Я думаю, что проблему мы до доступления снежного покрова решим. Со своей скромной просьбой на прием пришла Наталья Москаленко. Женщина помогает сократить количество бездомных животных на улицах. Отлавливает кошек, отдает на стерилизацию, затем отпускает обратно. Для поимки хвостатых используют старую железную ловушку. Пришла с просьбой приобрести новую, безопасную. Они мордочки разбивают об железке. А эти противотравматические какие-то случаи? Да, это и называется именно гуманное. Эту просьбу депутат исполняет тут же. По словам Алексея Дронова, с каждым первоуральцем, который приходит на прием, выстраивают конструктивное и продуктивное взаимодействие. Независимо от масштабов проблемы. На контроле держат и все заявления прошедших встреч с горожанами. Где-то люди доходят время, чтобы дать обратную связь. Где-то в беготне и в проблемах решения уже не столь актуальны и незаметны. Но в любом случае люди видят результаты и тому подтверждение многочисленные обращения, которые непрекращающимся потоком на прием приходят. На этом приеме на 100% вопросов нашли либо окончательное, либо промежуточное решение. Алексей Дронов подчеркивает, во многом это заслуга заинтересованных жителей. А значит формат личной беседы по-прежнему остается одним из самых эффективных. Виталий Мотин, Андрей Волков, Новости, Первоуральск. Ремонт больницы, поликлиник, современное медицинское оборудование, привлечение квалифицированных специалистов, а также оздоровление детей и подростков. Мы продолжаем специальный проект «Первоуральск для тебя». В новой серии расскажем о развитии системы здравоохранения в городском округе за последние пять лет. Оказание качественной медицинской помощи с первых дней жизни самых маленьких пациентов. В 2022 году для реанимационного отделения новорожденных Первоуральского перинатального центра приобрели новое оборудование, с помощью которого лечат малышей, появившихся на свет раньше срока или с патологиями развития. Если пациент забывает дышать, то аппарат у нас будет об этом нам сигнализировать. Вот так? Примерно, да. Модернизация лечебных учреждений, в первую очередь первичного звена оказания медицинской помощи, одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. В этом году в одном из важнейших подразделений городской больницы Первоуральска капитально отремонтировали все кабинеты женской консультации. Стоимость работ более 21 миллиона рублей. Наверное, один из самых долгожданных проектов, которые были осуществлены в Акушерской гинекологической службе. Поменены окна, двери, половые покрытия, полностью все помещения, новая мебель. В настоящее время врачи уже с конца августа работают на отремонтированных площадях в комфортных условиях. И для пациентов, и для врачей. За последние пять лет капитальные ремонты прошли в нескольких медучреждениях Первоуральска. В детской больнице реализовали федеральный проект «Бережливая поликлиника». Полностью обновили помещения общеврачебной практики в Талице. В амбулаторно-поликлинических отделениях городской больницы переоборудовали регистратуры. Масштабные работы проводились в травматологическом отделении на улице Металургов, терапевтическом корпусе на Диносе. Особое внимание уделяли и организации специализированных центров по оказанию стационарной помощи. Мы создали с нуля отделение гириатрии, отделение палиативной медицинской помощи. Нам была поставлена задача, и мы ее выполнили, перенесли отделение неврологии, ПСО-неврологии, ПИД-неврологии в корпус терапевтический на Металургов 3А, где мы здесь впоследствии планируем создание сосудистого центра. Доступность и качество медицинской помощи повысилась и для жителей сельских территорий. Пять лет назад в селе Слобода открыли фельдшерско-акушерский пункт. Спустя год такой же появился в Нижнем селе. Вдобавок муниципалитет получил передвижной ФАП для работы в отдаленных поселках. На эти цели из областного бюджета направили 21 миллион рублей. Медицинские услуги для горожан стали доступнее благодаря и масштабному техническому переоснащению. В последние два года для детской и взрослой больниц приобретено оборудование и медицинские изделия на общую сумму 93 миллиона рублей. Сейчас в хирургическом корпусе на улице Металургов завершается установка нового магнитно-резонансного томографа и современного маммографа. А в терапевтическом корпусе на Диносе и в первой поликлинике заработают цифровые флюорографы. За последние пять лет транспортный парк медучреждений Первоуральска пополнился 25 автомобилями. С 2020 года администрация Первоуральска ведет активную работу по привлечению в городской округ квалифицированных медицинских кадров. В прошлом году совместно с детской и взрослой больницами, а также станцией скорой помощи, городские власти утвердили план соответствующих мероприятий на 2023-2025 годы. В рамках реализации плана мероприятий в 2023 году администрации было приобретено 6 жилых помещений для последующего предоставления медицинским работникам. Сейчас эти помещения будут распределены в соответствии с потребностью, которую предоставили нам учреждения здравоохранения. Всего за период действия меры поддержки уже 35 семей медицинских работников были обеспечены жильем. Из них 22 квартиры было предоставлено в новостройке в жилом комплексе «Оптимист». Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков – еще одна составляющая политики администрации Первоуральска в сфере здравоохранения. Среди ключевых направлений – организация качественного горячего питания, ежегодное прохождение медицинских осмотров, профилактика заболеваемости, а также отдых и оздоровление несовершеннолетних в летние каникулы. Дети у нас посещают санатории, летне-оздоровительные лагеря. При школах организуются дневные лагеря для детей. В течение года порядком более 17 тысяч детей у нас оздоровились, так скажем, в летних лагерях, в загородных лагерях, в санаториях, профилакториях. В планах городских властей увеличить охват детей летним оздоровлением до 93% в течение пяти лет, а также создать дополнительные загородные оздоровительные площадки. Это одна из задач программы «Перворость для тебя», предложенной главой Игорем Копцом. Также до 2028 года планируется развивать систему всеобщей диспансеризации населения, приобрести 40 квартир для сотрудников медучреждений, привлечь врачей узких специальностей не только в город, но и в село. Кроме того, приобрести 10 единиц современного диагностического оборудования, отремонтировать 7 отделений больниц и поликлиник и установить 4 новых ФАПа. Дмитрий Солюков, Андрей Волков и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Прививать любовь к родному городу и сохранять память о подвигах соотечественников можно через экологические акции. Первоуральцы приняли участие в высадке растений на мемориале славы. Подробности в сюжете. Почти два десятка студентов работают лопатами и учатся правильно использовать удобрения. Молодые люди участвуют в высадке многолетних цветов, лилейников и хосты. Они морозостойкие и хорошо приживаются. Уже следующей весной эти растения зацветут и станут украшением мемориала славы на улице Орджоникидзе. Это в очередной раз нам напоминает о том, что было с нашей страной и помогает увековечить память обо всем в наших сердцах. Мы рады, что мы помогаем родному городу. Высадка цветов – часть экологического проекта «Большая уборка», созданного по инициативе главы города Игоря Копца. В рамках программы развития «Первоуральск для тебя». Задача – преобразить общественные территории, сделать их чище и красивее. А также объединить жителей, неравнодушных к облику родного города. Приходим сюда, чтобы вспомнить наших героев, чтобы почтить их память. Я считаю, что это прекрасное мероприятие, которое позволит сделать наш объект, объект памяти нашей, еще более привлекательным и красивым. Хотел от всей души поблагодарить первоуральцев, которые принимают активное участие, приходят вместе с нами, прибирают наш город, делают его чище. Инициатива провести акцию именно на территории мемориала принадлежит депутату городской думы Ольге Антипиной. На ее призыв благоустроить место памяти откликнулись ветераны, представители российского движения детей и молодежи и студенты Первоуральского металлургического колледжа. Кости города, горожане будут проезжать мимо мемориала. Это каждый раз будет напоминать о том, что память жива. И для нас очень важно, чтобы в этой акции принимали участие сами студенты. Нам надо воспитывать новое поколение. Ребята очень благодарны. Они по первому зову сегодня откликнулись и пришли работать. И, как вы видите, работают очень дружно. Где большая уборка пройдет в следующий раз, могут решить сами горожане. Для этого нужно оставить заявку о территории, которая нуждается в наведении порядка на сайте pvklife.ru. Там же организаторы публикуют даты и места проведения субботников. Екатерина Сердитых, Денис Хромцов, Новости Первоуральск. На сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-92-92. Посмотреть наши новости вы можете на сайте pvklife.ru и в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. До свидания.